Два дебила это сила, а вот когда подобных им намного больше, то становится даже страшно. На этой неделе в сети в очередной раз обсуждали все вот эти вот безумные квесты, в которых, на секундочку, уже не единожды пострадали люди. Почему в это неспокойное время россиянам так не хватает острых ощущений? Попробуем разобраться сегодня. Это Вести без Киселева, совместный проект канала Фьеррмак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Эта история могла бы быть страшным кадром из кинофильма, но случилось в обычной жизни, когда трое ничего не подозревающих студентов решили посетить квест под эпичным названием «Фобия». Теперь плюс одна есть и у меня. Все началось поздно вечером с обычной игры, где посетители испытывают на прочность собственную нервную систему. В какой-то момент игра начала набирать не по-детски серьезные обороты, и актер, угрожая электрошокером, загнал ребят на подоконник окна. От тяжести и старости рама не выдержала, и все трое рухнули со второго этажа прямо на асфальт. Стоит ли говорить, что без переломов и ушибов ту ночь не обошлось? Двое из пострадавших долго не приходили в себя, третий сумел кое-что рассказать о случившемся. Произошел такой несчастный случай. Мы, получается, разгадывали загадки всякие на квесте «Фобия». Вот. И так случилось, что в моменте, в середине игры, актер, чтобы нас продвинуть в правильную комнату, начал, в общем, подводить, подходить к нам, запугивать. И мы, в общем-то, зажались и в угол. В этом углу картонкой просто было закрыто окно, которое было стеклянным, и, не знаю, вообще ненадежной техники безопасности отсутствовало, как будто бы. И под малейшим давлением мы просто все провалились. И у меня теперь сотрясение мозга. Конечно, в таких случаях мне иногда очень хочется задать вопрос. Парни, а про инстинкт самосохранения слышали или нет? Мне кажется, что если бы подобный квест случился со мной и моими подругами, то на том асфальте лежали бы не мы, а парень с электрошокером. Но просто при всей нашей женственности несправедливость мы не признаем от слова совсем. Это не считая того, что мы бы на этом квесте не оказались изначально. Потому как вот этот парень с видео – 21-летний профессиональный дзюдоист, посвятивший спорту 12 лет своей жизни. А после падения врачи рекомендовали ему завязать и с дзюдо, и с мыслями от дзюдо. Сегодня Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сам владелец квеста во всем произошедшем винит исключительно игроков, а падение называет несчастным случаем. Но такой ли этот случай несчастный? Ведь месяцем ранее нечто подобное, но с летальным исходом произошло в Дагестане. Там заживо сгорели две россиянки. Одна из них была прикована наручниками. Поэтому когда начался пожар, она просто-напросто не смогла выбраться из комнаты. И что вы думаете, что все квесты после этого проверили на безопасность? Да как бы не так. Похоже, что на это вообще никто не обратил внимания. А потенциально опасные заведения продолжили свою работу. И вот к чему это привело в этот раз. И я сейчас не буду обвинять молодежь в безответственности и желании острых ощущений. Потому как, ну, все мы с вами были в их возрасте, и чего только в нашем детстве не было. Но все это почему-то было безопасным. И эти наши прыжки с гаража на гараж, и это наше преодоление высокого металлического забора на время. А вот сейчас забавы другие, и все какие-то искусственные. Но это совсем не отменяет обязанности компетентных органов следить за безопасностью всего происходящего. Да и в Госдуме на подобные заведения должны были обратить внимание еще после первого подобного случая. Но не сделали этого почему-то. Зато на этой неделе громко так кричали о неестественно высокой убыли населения. Об этом, кстати, я расскажу в своей второй программе, выходит, которая только на нашем канале Эрмак Меди. И знаете, каждый раз, читая новости, я не устаю удивляться одной единственной вещи. Наши политические селебрити думают абсолютно обо всем, но только не о том, что действительно нуждаются в помощи. Ну, например, вот Маша Захарова на этой неделе предложила Китаю провести своеобразный пельменный батл. Типа мы тут в Россию настряпаем своих пельменей, а они там в Китае своих и на нейтральной территории все вместе пожрем. Говорят, что предложение Китай встретил одобрением, но когда наши страны померяются пельменями или варениками, пока не ясно. Хотя лично мне вообще непонятно, почему Захарова лезет в гастрономическую область. Она то за борщ, то за пельмешки. А у нее в МИДе ведь вроде совсем другие обязанности и ходить за закуской должен совсем иной человек. Впрочем, лучше бы Маша обратилась к Северной Корее, причем за обменом опытом. На этой неделе стало известно, что власти КНДР оказнили десятки высокопоставленных чиновников, которые, как утверждают СМИ, были виновны в масштабном наводнении, унесшем тысячи людских жизней. Ким Чен Ын заявил, что расстрелянными оказались около трех десятков человек. И все они, по словам главы государства, виновны не только перед ним, но и перед всем обществом. Потому как, пренебрегая своим долгом, допустили такое количество жертв. А теперь представьте подобную ситуацию у нас. Как вы думаете, кого в этом случае казнят? А правильно, никого. А ибо... Она утонула. И после такого хочется спросить, а в Северной Корее чиновники тоже встают в очередь на теплое место под солнцем? Или там наоборот, расстрелянным не хочет быть никто? Оттого и не воруют, оттого и в чиновники не идут. Но практика хорошая, особенно на фоне еженедельных новостей об очередном коррупционере из Министерства обороны. Их уже стало настолько много, что хочется спросить, а там порядочные вообще были? Или единственный порядочный в этом году покинул этот хлебный, но такой родной террариум? Впрочем, справедливости ради отмечу, что в одном направлении, а именно в части миграционной политики, на этой неделе начались откровенные первые шаги. Помните инициативы Госдумы о том, чтобы запретить мигрантам привозить в Россию свои семьи с детьми? Ну, типа, если ты специалист, приехавший у нас трудиться, то трудись здесь один. А если ты получил российское гражданство, то тем более не вези свою семью. Потому как, ну неизвестно же, еще вернешься ли ты обратно после того, как отдашь долг новой родине. Так вот, на этой неделе ситуация обросла еще одним куском мяса. В Новой Москве появился бот, которому можно пожаловаться на иностранного ценного специалиста, незаконно пребывающего в стране. И знаете что? Оказалось, что таких специалистов в столице великое множество. И полиция совместно с народной дружиной почти каждый день выезжает на рейд. В результате такой работы уже 100 человек получили административные протоколы. 32 мигранта депортированы на родину. И все это за нарушение миграционного законодательства. И вот это, друзья, я называю слаженная работа. Но очень хотелось бы, чтобы к этому процессу присоединились и другие компетентные органы, которые в принципе не допускали бы нахождения в России нелегалов. А то бот это, конечно, хорошо, но думаю, что это ненадолго. Ибо у той же полиции есть и другие обязанности. Поэтому на мигрантов в какой-то момент они точно начнут забивать. А между тем, в ночь с четверга на пятницу основатель Телеграма Павел Дуров впервые после своего задержания нарушил минуту молчания, накатав в своем мессенджере трушный пост. В нем он признался, что не понимает, почему он, как фаундер, обязан нести личную ответственность за незаконное использование его детища другими людьми. Он создал продукт, внедрил его в массы, теперь обязан просто следить за его жизнеобеспечением. Но нет ведь. Сначала с критикой на Телеграм обрушилась Россия, затем Иран, теперь Франция. Так что не так с мессенджером? А с ним все так. Просто сам Дуров не идет на поводу у правоохранителей, застревая как кость в горле у всех тех, кто очень хотел бы нарушить грань конфиденциальности и безопасности. Поэтому, как сказал Дуров, если у кого-то есть претензии к работе Телеграма, welcome в суд, инициируйте иск и вместе разбираемся в том, что не устраивает. В противном же случае больше никто из новаторов не возьмет на себя ответственность за создание нечто подобного. Ну просто потому, что будет понимать за злоупотребление его разработкой третьими лицами, присесть далеко и надолго сможет именно основатель. Но по этой логике тогда нужно отправить в тюрьму и всех тех, кто производит, например, чугунные сковородки. Ведь если огреть ею по голове, то с большей долей вероятности человеку будет нанесен непоправимый вред. И ладно, если отделается сотрясением, а если нет, вот так же и с Телеграмом. И либо сейчас все спустится на тормозах, либо мы с вами лишимся последней возможности общаться свободно. Но надеюсь, что Макрон не из тех, кто иногда попивает из козлиного копытца, а потому пересмотрит свое отношение к ситуации. Вот как-то так, друзья. Ну и кстати, хотела вам напомнить, что совсем скоро, говорят уже месяца через три, Ютуб в России будет все. Поэтому мы начали заливать свои программы на ВК-видео. Ну и как прежде, мы есть в Телеграме. Подписывайтесь везде, чтобы точно не потеряться. Ну а на этом у меня все. Увидимся ровно через неделю на этом же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока. Продолжение следует...